Доброе утро! На календаре 26 июня, пятница. Вот такая хорошая неделя рабочая у нас получилась. Два дня поработали, отдохнули, еще два дня поработали и снова время отдыхать пришло. Осталось вот только наш выпуск посмотреть, ну и вечера дождаться. Чтобы время летело быстрее, предлагаю сразу перейти к сегодняшнему выпуску. Давайте узнаем, что мы для вас приготовили. А мы отправимся в планету канцелярии за товарами для творчества. У торговой марки Мультипульти есть собственный герой. Это милый зверечек-енот. Отметим день рождения режиссера Владимира Мотыля. Но во ВГИК после школы его не взяли. Нет, не за отсутствие таланта. Просто он влюбился во время вступительных экзаменов. Выясним, что необычного произошло в мире к этому часу. Вели они себя, конечно, дерзко, но не учли тот факт, что птица куда крупнее их. Узнаем, что бывает, если забыли заправить машину. Ну а начнем это пятничное утро с вкусного завтрака. Прямо сейчас рецепт от Ольги Фадеевой. Доброе утро, друзья! Сегодня мы пришли в гости к Ольге Фадеевой, хозяйке ресторана «Русь». Оль, доброе утро! Доброе утро! Серьезное будем готовить, не завтрак. Нет, сегодня будет у нас не завтрак. Блюдо из мяса и из фарша мы обычно готовим на ужин, на обед. Обычно что мы готовим? Из фарша мы готовим котлеты. Мы готовим ежики всевозможные, какие-нибудь кнели, беточки. То есть, ну это все нам знакомо и все. Сегодня мы хотим предложить другой рецепт. Он не менее интересен, он даже очень интересен. И не сразу, я вот приготовила и дала попробовать, как бы не сразу все догадались, что это такое, но сказали, что вкусно. Поэтому мы сегодня предлагаем вашему вниманию рецепт «Луковые кольца с фаршем». Мы взяли 400 грамм говяжьего фарша, уже готовую упаковку охлажденного. Нам понадобится лук. Вот мы сейчас посмотрим, сколько нам на 400 грамм, но это где-то 3 луковицы. Соль, перец. Сыр нам понадобится для начинки. Ну и для приправы нам предлагается тимьян, сушеный. Но учитывая, что сейчас он у нас появился в магазинах в свежем виде, мы взяли свежий тимьян. Первое, что мы сделаем, это нарежем лук. Нам понадобятся кольца. С самого начала я вот так отрезаю, это нам не пригодится. Вот где-то сантиметр. Больше не надо, чтобы у нас прожарился фарш. Если мы сделаем более толстый, то есть нам нужно прожарить во фритюре. Фарш у нас должен быть готов. Отрезаем раз, отрезаем два. Нам понадобятся кольца. Будем вот так аккуратно сейчас выдавливать середочку. И нам нужно, чтобы у нас осталось кольцо нерваное. Тот лук, который у нас останется, неиспользованный, мы его можем через мясорубку положить в фарш. Ну или использовать по другому назначению. Допустим, нужно куда-то поджарить лук. Мы наделали кольца луковые. Вот у нас получились разные формы. И такие, и такие. Немножко на конус и просто ровно. У нас здесь получилось. Вот мы сделали из двух луковиц. Сейчас, если нам будет этого мало, мы порежем еще. Мы почистили от веточек вот зелень. Немножко, мелко-мелко вот так еще нарежем ее, чтобы положить фарш. У нас где-то получилось столовая ложечка. Ну а так пол чайной ложки, если сухую приправу мы будем добавлять. Готово. Отправляем в фарш. И все, фарш наш готов. Мы его сейчас перемешиваем. Следующее, что нам понадобится сделать. В середину каждого кольца мы будем добавлять сыр. Мы взяли обычный сыр, какой у нас есть дома. Ну вот у нас в данном случае российский. Нарезаем его кубиками. Как бы прямоугольничек, который у нас влезет сюда в лук. Сыр мы подготовили. Это наша начинка. Теперь нам нужно подготовить панировочные сухари. Высыпаем их вот так на тарелочку. Также мы высыпаем на тарелочку муку. И еще нам понадобится 2 яйца для того, чтобы сделать фритюр. Сейчас немножечко посолим, самую малость. И венчиком яйца чуть-чуть забьем. Все ингредиенты мы подготовили. Начинается самый ответственный момент. Мы берем сначала, вот чтобы нам понять, как складывать, мы сначала берем вот такую форму лука, чтобы нам понять, как это будет происходить. На дно немножко мы сюда укладываем фарша. Кладем сюда кусочек сыра. И еще фарш сверху. И вот так рукой делаем вот такое красивое изделие. Готово. И сейчас проделываем с остальными кольцами. Нам нужно, чтобы фарш был и снаружи, и внутри. И посередине был сыр. Сыр во время жарки расплавится. И будет у нас очень сочно. Лук будет хрустеть. Сейчас мы берем все наши подготовленные тарелочки. Панировочные сухари, муку и яйца взбитые. И отправляемся ближе к плите, потому что нам нужно будет сразу окунуть в муку, в яйцо, в панировочные сухари на сковородку. Ну, какие симпатичные получились. Еще и с сюрпризом внутри. Еще и с сюрпризом с загадкой. Так что обязательно попробуйте. Приятного аппетита! СПОНСОР РУБРИКИ РЕСТОРАН РУСЬ Как правильно? Нет шорт или нет шортов? Я предлагаю вам досмотреть наш выпуск до конца. Хотя бы для того, чтобы узнать правильный ответ на вопрос словаря. А еще наша программа заряжена позитивом. И поэтому поднимает настроение. Следующая рубрика «Особенно». Смотрим очередное милое фото. А вы уже закончили водные процедуры? Рыжая поклонница закаливания желает вам здоровья и бодрого утра! Лето – это что? Правильно, лето – это время отдыхать. Этим сейчас и занимаются школьники. И чтобы отдых этот был интересным и красочным, мы предлагаем заглянуть в сеть магазинов Планета Канцелярии за товарами для творчества. О разнообразии продукции одного из российских брендов сейчас все в подробностях и узнаем. Внимание на экран! В торговой сети Планета Канцелярия продолжается акция «Портфель». Вы можете приобрести ранец, рюкзак или школьную сумку со скидкой до 50%. В этом году в акцию включены тематические цитради и дневники. Если вы уже успели приобрести в нашей торговой сети портфель или рюкзак, самое время подумать о том, чем его наполнить. Мы предлагаем обратить внимание на новую торговую марку «Мультипульти». Это российская торговая марка, которая производит товары для детского творчества и школы. Все товары выполнены из высококачественного материала и безопасны для здоровья детей. Линейка представлена различными товарами. Это цветные карандаши, восковые мелки, различные аксессуары. Есть товары для рисования. Это акварельная бумага, это альбомы на различное количество листов, акварельные краски с обычными цветами или перламутровые. Всегда можно подобрать стаканчик в тон тем цветам, которые используются у этого бренда. Наряду с акварельными красками можно подобрать и краски гуашевые на различное количество цветов. Все цвета соответствуют художественным. Для самых маленьких у мультипульти тоже есть краски. Это краски пальчиковые, на растительной основе выполненные, совершенно безопасные для рук ребенка. Если ребенок захочет их попробовать на вкус, производители добавляют туда природную горечь. Попробовав один раз, второй раз ребенок в рот и не потянет. К ним всегда можно найти соответствующие раскраски для раскрашивания рисунков пальчиками. Это могут быть и различные животные, герои сказок, рисунки крупные, цветовые подсказки, где каким цветом нужно раскрашивать. Очень хорошо помогает развивать мелкую моторику ребенка. Дети очень любят раскрашивать фломастерами. И чем больше цветов, тем интереснее. В каждой упаковке фломастеров мультипульти есть подарок, который находится внутри. Фломастером также можно подобрать познавательные раскраски. Они тематические, и при помощи фломастеров рисунок получается яркий и долго не выцветает. Для того, чтобы в игре развивать мышление ребенка, можно воспользоваться книжками с заданиями и восковыми мелками, которыми будет очень удобно раскрашивать эти задания. Наряду с большим количеством цветных карандашей компания Мультипульти изготавливает карандаши двухсторонние. Очень удобно, компактно. Каждый карандаш разделен на две части. Разные оттенки одного и того же цвета сочетает в себе. Приобретая 12 карандашей, вы получаете 24 цвета. Еще одной интересной позицией являются пластиковые карандаши. Они выполнены из безопасного экологически чистого пластика плюс ударопрочный грифель, и они стираются. Если маленький ребенок вышел за границы рисунка или неправильно раскрасил, пластик, который находится на обратной стороне карандаша, поможет удалить данный цвет. Чтобы защитить одежду ребенка во время занятий творчеством, приобретите для него фартук с нарукавниками. Они различных цветов, и на всех есть знак Мультипульти. И, оказывается, из пластилина не только можно лепить фигурки, но и раскрашивать различные рисунки. Восковой пластилин, мягкий, который не пристает к рукам, очень для этого подходит. Если вы все же собрались просто лепить из пластилина, защитите стол дощечкой для лепки. Она укомплектована стеками для того, чтобы удобнее было фигурки слепить. Для того, чтобы научить ребенка правильно держать в руках ножницы и разрезать бумагу, Мультипульти предлагают ножницы, выполненные из пластика. Они безопасны, ребенок ими не порежется. Для того, чтобы детки, которые пользуются левой рукой как основной, чувствовали себя комфортно, есть специальные ножницы для левшей. А также ножницы в чехле. Когда ребенок закончил работу, ножницы убрали в чехол, и они совершенно безопасны. Для того, чтобы учиться вырезать, Мультипульти предлагает удивительные наборы. Вырезайки. Здесь вырезаются различные детали, в данном случае транспорта, которые между собой соединяются и получается, например, паровоз. Для уроков труда и творчества Мультипульти предлагает огромную линейку товаров классических и в то же время необычных. Наряду с классическим картоном у Мультипульти есть картоны более яркие, флюоресцентные, двухсторонние. С их помощью ребенок может добавить в любую поделку свое творческое видение. Для поделок можно подобрать различную цветную бумагу, как обычных цветов, так и флюоресцентных. Лето – это любимое время детей рисовать цветными мелками на асфальте. Их огромное количество разных видов у компании Мультипульти. Но одним из самых удобных, на мой взгляд, является вот такой вариант. Цветные мелки для асфальта. Они утолщенные. Их надолго хватит. Плюс пластиковая ведерко. Удобно с собой взять и сложить мелки после рисования обратно. Если вдруг на улице ненастная погода, ребенка занять дома можно их любимой раскраской с наклейками. У торговой марки Мультипульти есть собственный герой. Это милый зверечек-енот. Добрый, любознательный, дружелюбный. Он есть на каждом продукте. Вместе с этим милым зверьком дети узнают много интересного об окружающем мире и о его обитателях. На каждой упаковке с обратной стороны есть интересные факты о тех местах, где побывал енот, или о тех животных, с которыми он встретился и подружился. Приобретая продукцию Мультипульти, вы делаете доброе дело. Часть средств от продажи товаров Мультипульти перечисляется в фонд Константина Хабенского, который помогает детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями. Приобретая товары для творчества в наших магазинах, обратите внимание на то, что до конца июня продолжается акция «Портфель». Вместе с товарами для творчества и школы вы можете сделать выгодную покупку портфеля или ранца. Мы приглашаем всех покупателей в наши магазины. Мы работаем для вас с соблюдением всех мер безопасности. Мы продолжаем отмечать знаменательные даты и дни рождения замечательных людей в нашей постоянной рубрике «Щитовод». Сегодня Ирина Тарасова расскажет о творчестве и судьбе советского режиссера Владимира Мотыля. А она была непростой. Владимир Яковлевич был настоящим бунтарем по натуре, за что не раз впадал в немилость. Ну, обо всем по порядку. Передаю слово «Щитоводу». Здравствуйте. 26 июня 1927 года в Белоруссии родился будущий режиссер Владимир Яковлевич Мотыль. В 1930 году его отца арестовали по обвинению в шпионской деятельности и отправили в лагерь на Соловки, где он вскоре погиб. В маминой семье тоже было много горя. Ее отец отказался вступать в колхоз. Его раскулачили, а всех родных выслали на крайний север. Избежала этой участи только мама Владимира. Она участвовала в гражданской войне на стороне красных. После войны воспитывала малолетних преступников вместе с Антоном Семеновичем Макаренко, знаменитым автором педагогической поэмы. А когда мужа отправили на Соловки, она поехала за ним. Но на пересылке в Медвежьи-Горске дальше ее уже не пустили. Супругам пришлось расстаться. После гибели мужа ее вместе с сыном сослали на Северный Урал. И там постоянно вынуждали переезжать из одного маленького городка в другое. Мама работала воспитателем в колониях для малолетних преступников. А у Володи в этой глуши было только одно развлечение – кинопередвижка. Он вырос на фильмах Чаплина, на «Веселых ребятах», на «Чапаве». Сам ставил одноактные пьесы. И уже тогда для себя решил – вырасту, буду делать кино. Но во ВГИК после школы его не взяли. Нет, не за отсутствие таланта. Просто он влюбился во время вступительных экзаменов и забыл про заключительный тур. Когда вспомнил и примчался в институт, ему навстречу вышла приемная комиссия. На его мольбы задержаться кто-то из экзаменаторов ответил. «Парень, каким же ты будешь режиссером, если позволяешь себе не явиться на заключительный экзамен?» И парень вернулся домой ни с чем. В 1948 году он окончил театральный институт в Свердловске. Около 10 лет проработал в театрах Урала и Сибири. Поставил более 30 спектаклей на провинциальной сцене. В 27 лет стал главным режиссером Свердловского тюза. Но мечта о кино оказалась сильнее. Мотыль ушел в ассистента на Свердловскую киностудию. А в 1963 году в Таджикистане состоялся его дебют как кинорежиссера. Фильм «Дети по миру» понравился и критикам, и рядовым зрителям. А вот вторая работа «Женя, Женечка и Катюша» вызвала гнев идеологов кинокомитета. Владимиру запретили снимать. Но его пригласила на работу экспериментальная киностудия Григория Чухрая. Там как раз бились над сценарием пустыни. Не знали, что с ним делать. Владимир Мотыль переписал его большую часть и начал снимать. Так в 1969 году появилось «Белое солнце пустыни». Фильм на этапе съемок несколько раз чуть не закрыли. Его приходилось доделывать и переделывать. Ему присвоили низшую категорию. Но в итоге он получил всеобщее признание в Советском Союзе и за рубежом. Картина даже стала талисманом покорителей космоса. А в 1995 году «Белое солнце» обошло всех конкурентов в номинации «Самый любимый фильм российских зрителей». Понравилась публике и следующая картина «Звезда пленительного счастья». Она вышла на экраны в 1975 году. А вот фильм «Лес» 1980 года, снятый по пьесе Островского, снова не угодил партийному руководству. И мотыля повторно изгнали из профессии, о которой он так долго мечтал. К счастью, ему удалось устроиться в Останкино, где он снял немало телефильмов. И только в 90-е годы вернулся в большое кино. Его последней серьезной работой стала картина «Багровый цвет снегопада». К ней режиссер приступил в 2004 году. Он хотел рассказать о событиях начала 20 века, о которых хорошо знал. Ведь это была история его семьи. Фильм «Владимир Яковлевич» закончил, но премьера состоялась лишь в 2012 году. За два года до этого мятежного режиссера не стало. Сегодня в нашем городе ожидается переменная облачность, возможен дождь. Атмосферное давление 747 мм ртутного столба. Ветер северо-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 21, ночью 11-13 градусов тепла. Квартира комфорт-класса от надежного застройщика. Цена за квадратный метр от 38 тысяч рублей. Звони. Подробности по телефону 231-001. Очередное обращение главы Росатома Алексея Лихачева. Комплекс по измерению радиационной обстановки внедрили на Калининской АЭС. На Петрозаводск Маша модернизирует систему консервации изготавливаемых изделий. Смотрите в среду в 20.00. Медицинский центр «Губернский доктор» предлагает проверку зрения, диагностику катаракты и глоукомы, выявление патологии глазного дна, измерение внутриглазного давления, подбор очков. «Губернский доктор» с заботой о вашем здоровье. Телефон для записи 60 88 99. Большинство женщин мечтают о красивом предложении руки и сердца. Именно поэтому пользователи сети посочувствовали некой Кортни, чей возлюбленный решил воплотить грезы девушки весьма оригинальным способом. Он позвал ее замуж, написав предложение краской на плакате одного из ресторанов быстрого питания. Чем дело закончилось, неизвестно, поэтому я вам предлагаю узнать, что еще необычного произошло в мире. Впереди бредовости. Доброе утро, в эфире бредовые новости, и вот о чем я вам расскажу сегодня. Мастер балансировки. Когда чуть-чуть не хватило опыта. Ай, моська, знать она сильна. Теперь более подробно. Когда Мохаммеду Мукбелю из Йемена было 6 лет, он любил выстраивать из различных предметов башни, пытаясь сбалансировать их. Повзрослев, увлекся этим всерьез и решил бросить вызов самому себе, построив башню из сырых яиц. Для этого Мохаммеду пришлось продемонстрировать высокий уровень концентрации и терпения, определить центр тяжести каждого яйца и сложить их особым образом. В итоге все получилось, и мужчину внесли в книгу рекордов Гиннесса. На этом Мохаммед останавливаться не собирается. У него еще много идей, где он сможет применить свой талант балансировки и установить рекорды с другими предметами. А вот эти четвероногие свои силы слегка не рассчитали. Четырехлетний пес Купер вместе с маленькими приятелями Бринкли и Бейли переходили через ручей. Для первого задача эта оказалась вовсе не сложной, а вот юным пушистикам не хватило сил, и они плюхнулись в ручей. К счастью, поток был не слишком бурный, а водоем не очень глубоким, и собаки не пострадали, хотя выглядели немного смущенными. Помог четвероногим выбраться на сушу хозяин. Он же и снял. Это, на его взгляд, очень забавное видео. ДИ-БИ-ШОУ! Сразу предупреждаем, что никто из участников этой стычки не пострадал. Дело было во Флориде, в одном из парков дикой природы. Маленькие аллигаторы, по-видимому, почувствовали в себе силы и решили напасть на аиста. Вели они себя, конечно, дерзко, но не учли тот факт, что птица куда крупнее их. И вообще, ее сложно напугать. Как не разевали они свои зубастые пасти, как не прыгали с устрашающим видом на аиста. Ничего дельного у них не вышло. Впрочем, это и хорошо. И это все бредовости на сегодня. Следующую подборку ждите в понедельник, а прямо сейчас в эфире нашего канала Гороскоп. Овен. День благоприятен для уединения и самоуглубления. Не афишируйте своих чувств и переживаний, и ни на кого не перекладывайте свои проблемы. Телец. Друзья помогут вам достичь материальной независимости. Смело делитесь с ними своими соображениями и нестандартными идеями. Они сумеют подсказать верный ход. Близнецы. Не спорьте с начальством и не давайте волю эмоциям дома. В этом случае вам удастся избежать сразу двух назревающих конфликтов – служебного и семейного. Рак. Откажитесь от авантюр, экспериментов и нововведений. Лучше доведите до конца уже начатое дело. Воплотите в жизнь задуманное ранее. Тогда окружающие оценят вас по достоинству. Лев. Ваша экстравагантность может создать дополнительные сложности в общении. Не давайте обещаний, которые не собираетесь выполнять. Дева. Возможно, жизненные проблемы сегодня проявятся во всей красе и будут носить совершенно конкретный характер. Готовьтесь к борьбе с обстоятельствами. Весы. Вы пытаетесь уйти от ответственности, но вряд ли у вас это получится. Дополнительные хлопоты практически неизбежны. Скорпион. Не забывайте, что форма тесно связана с содержанием. Поработайте над своим имиджем и ни в коем случае не ленитесь. Стрелец. Денежные дела и контакты могут стать сильным стимулом для общения и путешествий. Благодаря изобретательности и обаянию вы многого достигнете. Козерог. У вас появится редкая возможность прыгнуть в гору по всем жизненным направлениям. В этом вам поможет ваше творческое отношение к любому делу. Водолей. Вам придется какое-то время скрывать свои чувства. Сейчас не до эмоций и переживаний. Слишком много дел. Рыбы. Не все будет складываться в вашу пользу. Так что в финансовых вопросах пока лучше не рисковать. Дождитесь более благоприятного момента. А прямо сейчас в эфире очередные архивные кадры. Бережно собранные и сохраненные вами. Мы продолжаем показывать вам фронтовиков, чьи родные живут сейчас в нашем городе. Горбунов Николай Алексеевич родился 15 мая 1924 года в селе Селикса Пензенского района Пензенской области в семье крестьян. В ряды Красной армии призван с 15 марта 1943 года. Начало службы проходил в 23-м отдельном зенитно-пулеметном батальоне на должностях наводчика и старшего пулеметчика. С 15 августа 1943 года по 15 февраля 1946 года выполнял обязанности мастера по вооружению. Авиационного моториста 862-го истребительного авиационного полка 320-й истребительной дивизии 20-й воздушной армии. Демобилизован 12 ноября 1950 года мастером авиации воинской части 74-525. Службу в пожарной охране проходил с 6 марта 1967 года по 7 февраля 1983 года на должности пожарного военизированной пожарной части номер 1 отделения пожарной охраны 22. Награжден нагрудным знаком «Отличный пожарный» и медалями МВД СССР за бесупречную службу 3, 2 и 1 степени. Как правильно? Нет шорт или нет шортов? Слово переводится с английского как «короткие штаны». Под ударением в нем пишется буква «О» о нее, и здесь никаких вариантов быть не может. А вот к форме множественного числа родительного падежа строгих требований нет. Правильны оба варианта, так что говорите, как вам больше нравится. У кого-то нет шорт, а у кого-то нет шортов. И еще одна история, связанная с женитьбой. Как мы знаем, свадьба – это не только веселый и красивый праздник. Это торжество необходимо очень тщательно спланировать, учесть и не забыть множество аспектов. Вот и наш следующий герой, жених из Вьетнама, казалось бы, сделал все. Машину помыл, украсил, друзей дождался и собрался ехать за невестой. Но забыл одну маленькую деталь. Какую? Смотрите сами. Впереди вот это да. Напоминаю, на календаре 26 июня – пятница. В народе – акулин, гречишница. Ну, несложно догадаться, что крестьяне в этот день сеяли гречиху. Именины сегодня у Александры и Александра. Алексея, Андрея, Анны, Антонины, Даниила, Дмитрия, Ивана, Пелагея, Савы и, конечно, акулины. Вот сколько их. Обязательно поздравьте своих друзей и близких. А я на этом с вами прощаюсь. Отличного вам настроения. И до скорой встречи на телеканале «Заречный». Редактор субтитров А.Семкин